Всем добра, агенты! После исчезновения тела агента Роберта Найтингейла из полицейского морга Брайт Фоллс, Сага Андерсон и Алекс Кейси возвращаются на место преступления, на озере Колдорн. Потому что без тела нет дела, а дело наклевывается шикарное, за него можно не только премию получить, но и повышение в звании. При прибытии изучаем фургон и мотоцикл на стоянке. Кто-то шарится на месте преступления. Идем через ворота и спускаемся к непонятной станции. Там копошатся два парня. Один из них техник компании ФБК, который приехал на техосмотр. Кстати, эта ФБК совсем не то ФБК, которая в России признана экстремистской организацией. Хотя тоже довольно мутная организация. Техник заявляет, что агентам ФБР на месте преступления не положено знать, что это за организация и чем она вообще занимается. Охренел. Прикрытием является исследование вулканической активности. Зато Сага может сама зайти на станцию и посмотреть журнал. За станцией можно найти ланчбокс с фрагментами рукописи, если не сделали это в первый приезд. На месте преступления какой-то бардак. Непонятно каким макаром, но место преступления оказалось затопленным. Но на столе можно рассмотреть вырезанную эмблему культа дерева, а в воде следы босых ног. Сага не придумывает ничего лучше, как пойти по следам в одиночку. Следы теряются в болоте. И Сага возвращается в свои чертоги разума за подсказками. На болоте можно найти небольшой красный ящик на дереве. В подобных ящичках кто-то заботливо сложил всякие ништяки. Мелочи приятны. След проявляется вновь и приводит нас к огромному дереву. Посветим на дерево фонариком и получим страницу рукописи. Изучаем все полученные улики и выясняем, что наша дорога ведет к хижине ведьмы. Но тут темно, как и должно быть в доме ведьмы. И предохранители перегорели. Слева от домика есть мост, который ведет и к еще одному палаточному лагерю. Тут много припасов, дневник и запасной предохранитель. А за деревом можно найти еще один ланчбокс. Возвращаемся к домику ведьмы, зажигаем свет и заходим внутрь. Здесь валяется еще одна страница рукописи. А еще есть термос, который каким-то макаром является точкой сохранения. Видимо разработчики Алана Вейка вдохновлялись печатными машинками из резиков. Снова изучаем улики и о чудо! Выясняем, что для дальнейшего расследования нам нужно найти сердце Найтингейла. А лежит оно в магазинчике, совсем недалеко отсюда. Бредем к магазину и заходим внутрь в поисках потрохов. Сначала на сагу выбегает олень, а потом сектанты. Оленя не догнать, а вот сектанта придется завалить. После разборок обшариваем магазин, если не сделали этого раньше, и в холодильнике можно найти искомое сердце. Тут у меня случился какой-то непонятный глюк, но тени на холодильнике никак не хотели исчезать. Методом тыка нашел нужное расстояние, чтобы фонарик сработал, но израсходовал на эти попытки целую батарейку. Из полезного в магазине можно найти еще одну страницу и расширение инвентаря. А еще на стене висит обрез, но он под замком. Есть только записочка про Леди Фортуну. Идем к стойке с кассой и изучаем бумажки на столе. Кто-то уже пытался вскрыть этот замок. Это видно по перечеркнутым вариантам кодов. У нас осталось два неиспользованных. Но первый же из них подходит и обрез в наших руках. Почему никто не догадался просто разбить стекло, я так и не понял. Снова изучаем улики на доске и теперь у нас есть все для исполнения ритуала. Но торопиться не надо. От магазина сворачиваем налево и немного поднимаемся в горку. По дороге следите за цветными камешками, которые приведут сагу к очередному ланчбоксу. Возвращаемся к магазину и проходим по другой тропинке, к маленькому домику. Напротив входа в дом стоит большой сундук. На котором лежит записка с инструкцией. Мойте руки, достаньте курицу из холодильника и поспите. Заходим в дом и смотрим на знаки над умывальником, на холодильнике и рядом с матрасом. С этими знаниями возвращаемся к сундуку и вскрываем замок. Если свернуть от дома налево, можно дойти до еще одного лагеря. Тут тусили охотники за НЛО. А еще рядом валяется ланчбокс Алекса Кейси. Теперь можно вернуться к дереву. Правда тут парочка одержимых сектантов может попытаться остановить сагу. Но парни явно не проходили подготовку в Квантика и сага с легкостью разбирается с ними. Доходим до стенда с рассказом про ведьму и кладем сердце Найтингейла в дырку. Происходит уличная магия и открывается проход через дерево. Акаблика по вершupa д singing эту часть формии улетела. Продолжение следует... Проходим лес точно до такого же дерева. По пути нас пытаются отвлечь голосом дочери Саги, но не ведитесь на это. Снова проходим через дерево и попадаем в то же самое место. В этот раз на камне в луже валяется страница рукописи. Светим на тени фонариком и забираем бумажку. В очередной день сурка лес стал красным. А недалеко от входа в пещеру на земле можно найти еще одну страницу. Еще один проход через дерево и начинается боссфайт с Найтингейлом, но не сразу. Вам дают возможность изучить местность и подготовиться. На другой стороне ручья лежит коробка с припасами и значок самого Найтингейла. Проходим вверх по ручью, пока не попадем в метро. Да, не удивляйтесь, мы в лесу, но в метро. Проходим еще одну пещеру и наконец-то видим самого Найтингейла. Тактика боссфайта крайне проста. Светим фонариком, стреляем в башку или по уязвимым местам и не подпускаем зомбака близко. Если кончились патроны, бежим по тропинке до следующей полянки. Там можно найти еще чего-нибудь полезного. Мертвый ФБРовец временами исчезает, но неожиданно появляется снова. И так до тех пор, пока вы не нашпигуете его свинцом под завязку. Как только Найтингейл снова умрет, сага окажется на озере Колдро. Раннее утро, солнце только встает, а на пляже валяется тело какого-то мужика, на этот раз одетая. Подходим к нему и знакомимся с Аланом Уэйком. Мертвый ФБРовец Дело о пропаже писателя закрыто. Игра как бы говорит, что глава закончилась, но не верьте. Если честно, немного подбешивает, что глава разбита таким дурацким способом. Но Аллан художник, он так видит. Оставляем писателя с Кейси и продолжаем поиски. Дальше надо пройти через лес на другую часть пляжа. Недалеко от этого места можно пробраться под корягой и найти еще один схрон сектантов. На этот раз никаких сложных загадок. Просто повторите код, который вам покажет игра. Несмотря на легкий замок, припасы тут жирные. Ракетница, патроны для дробовика, баллон с пропаном и слот для инвентаря. Саги нужно вернуться к ведьминому ковшу. По дороге можно найти еще один красный ящик. Тут же может лежать страница рукописи, если вы ее не подобрали раньше. Теперь открыт доступ к еще одному палаточному лагерю. Его можно найти вот в этой точке. Тут немного припасов и страница рукописи. А рядом есть большой сундук. Из подсказок только нарисованная лампочка. Все просто. Светим фонариком и находим указатели. Идем по стрелкам и забираем ключ от сундука. От этого лагеря идем по тропинке к мосту. Если перед мостом свернуть налево, то можно найти нычку рыбака. Переходим через мост и слева находим еще один домик. И тут новая порция загадок. Называется она «Детские стишки». Осматриваем рисунок на земле, а потом изучаем стол. На столе забираем куклу вороны и ставим ее на солнышко. В подсказке же сказано, что одна птица на свет. Реальность взглючивает, прилетает ворона и оставляет на столе коробку. В коробке можно найти подвеску для браслета. Не забудьте забрать куклу вороны с собой. И вообще, всегда забирайте всех кукол после того, как решите очередную загадку. От домика идем по тропинке и сворачиваем на развилке налево. Вы найдете еще один красный ящик, но он пока заперт. Вернемся к нему чуть позже. По лестнице поднимаемся вверх и находим большой заброшенный дом. На столе перед домом можно подобрать еще одну страницу рукописи. А если пройти по следу из цветных камней висюлик, то найдете очередной ланчбокс. Возвращаемся к дому и изучаем рисунки. А потом обшариваем дом. В одной из комнат можно найти компьютер. Комп запаролен, но по классике жанра пароль кто-то заботливо приклеил прямо на мониторе. Код 2547. Из почты мы узнаем всю правду о проекте детские стишки. Жутко, но интересно. В доме находим куклу героя и куклу волка. А еще по мелочи записок всяких. Выходим из дома и расставляем кукол на рисунке. Волка ставим на дерево, а куклу героя на лодку. Реальность глюканет и Сара обнаружит огромные следы волка, ведущие в дом. Естественно, надо пойти посмотреть, что там за хрень. Спускаемся вниз и находим маленький домик. Запускаем генератор и получаем еще одну безопасную комнату. Внутри можно найти записку и страницу рукописи. А во дворе третий стишок. Читаем загадку и расставляем кукол. Ворону ставим охранять птенцов. Волка ставим на дом. А герой своим храбрым сердцем разделяет их друг от друга. Теперь нужно пройти до небольшой лужи, рядом с которой упал скворечник. В нем можно найти амулет рыцарей. Но будьте осторожны. Как только подберете сувенир, нарисуется волк. Рядом с домиком есть еще один сундук сектантов. Подсказка гласит «Камень, камень, дерево». Светим фонариком на скалу над сундуком. Потом на дерево слева от него. А потом спускаемся к большому камню в воде. Несложные вычисления и получаем код 658. Идем вверх по течению ручья и находим красный ящик с припасами. А недалеко еще один ланчбокс. Возвращаемся на тропу и следуем к последней точке – лагерю над водопадом. От информационного стенда поверните налево и подберете очередной ланчбокс. Светает и пора возвращаться на парковку, где сагу уже ждут Аллен и Алекс. Садимся в машину и едем в город. Вот на этот раз главу можно считать завершенной. Я пошел в чертоги разума, а с вас лайки и комментарии. И всем добра, агенты. Субтитры создавал DimaTorzok